Без телефона невозможно представить жизнь современного человека. Цена на него варьируется от 1000 до 80 тысяч рублей. В зависимости от того, на что телефон способен. Но бывает такое, покупаешь аппарат, а он через месяц перестает работать. Продавцы отказываются принимать некачественный товар назад. Так и произошло в этой семье. Сергей Краснов решил подарить жене телефон. Радость была недолгой. Уже через месяц аппарат начал барахлить, не принимал звонки. Думали, дело в сим-карте. Несколько раз меняли оператора связи. Не помогло. Обратились в магазин. Аппарат дважды отправляли на ремонт. Телефон каждый раз возвращали. Его хватало на два часа работы. Решили отдать телефон на экспертизу в Общество защиты прав потребителей. Его протестировали и обнаружили производственный дефект. С этим заключением снова обратились в магазин. Потом, в конце концов, позвонил юрист. Процессы застоприли. Юрист, женщина, разговаривала с дочерью очень грубо, по-хамски. Вообще никаких ни аргументов, ничего. Мало ли, что там какие-то бумажки принесли. Вот суть в этом была. Деньги не вернем. Ответ очень интересный. Вообще полностью игнорируется, что телефон дважды им сдавался в ремонт. Полностью игнорируется, что там экспертиза сделана. Пишут, сдайте в ремонт. Знаете, запустили дурака. Ну как у Райкина. Мы вам трубы, а вы нам шины. По закону о защите прав потребителей, клиент вправе обменять товар с дефектом на качественные или получить деньги. В подобных случаях юристы советуют действовать следующим образом. Напишите претензию в двух экземплярах. Продавец должен подписать два экземпляра. Укажите причину возврата телефона, приложите чек и гарантию. Напишите жалобу в Роспотребнадзор. Также не забудьте приложить чек и гарантию. Если деньги за телефон не возвращают, идите в суд. Если вы оказались в подобной ситуации, обращайтесь к нам в редакцию Центра новостей. По телефону, который сейчас видите на своих экранах. Астрахань-24 возьмет вашу жалобу на заметку. Алтыная Урумбаева, Игорь Нефиденко, Центр новостей.